Девушки отдыхают Планом здесь в нашей программе Только с разрешения главных героев А я постараюсь дополнить Их рассказы своими историями Наталья Бочкарева Бочка и Рева одновременно Даша! Даша! Ой, мы и не знали, что вы такая там молодая И стройненькая, и тоненькая Вот так вот мы учимся прыгать Бегать, скакать Ура! Я выиграла, я выиграла, я выиграла Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева Совсем не собиралась быть актрисой Ее мама работала бухгалтером На Горьковском автозаводе И, наверное, мечтала, чтобы дочка пошла по ее стопам Наташа добросовестно посещала Школу юного предпринимателя И готовилась в будущем сводить дебет с кредитом А в Нижегородском театральном училище Она оказалась совершенно случайной Ее спровоцировала родная тетя Проходя с племянницей мимо театрального Она задала провокационный вопрос Наташка, а тебе слабо туда поступить? Оказалось, не слабо Когда я пришла на первый тур И я увидела вот эти вот очень серьезные Очень такие, знаете, с такими вот Цепким взглядом в тебя, да? Вот, когда тебя оценивают, рассматривают А ты стоишь как на лобном месте А я ничего с этого сборища Лучше смерти Когда они сказали Ну, представьтесь Я, значит, говорю Наталья Бочкарева Говорит Что, 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 простите Мы не слышим, что вы говорите Что вы сейчас промямлили? Вот, меня это, естественно, внутри как-то так Зацепило Я громко, четко Значит, произнесла свое имя Говорю, Наталья Бочкарева Бочка и Рева одновременно И как-то их так, это в какой-то момент Так, вот, значит, как вы еще умеете Помню, даже на первом курсе Меня вот так вот, как бы и называли Я еще, когда училась в Нижнем Новгороде Мы, естественно, студентами ездили в Москву Смотрели всевозможные спектакли Смотрели, что вообще в театральном мире творится Нового, интересного Я была влюблена в табакерку И, конечно, для себя у меня была мечта Я мечтала учиться у Олега Павловича Табакова В каком-то смысле моя мечта осуществилась Я считаю, что вообще, как бы То, что Олег Павлович взял меня тогда На конец второго курса В школу-студии МХАТ Это тот счастливый билет, который На самом деле нам немногим выпадает Это вот После этого, наверное, стоит верить в судьбу Я шла по коридору Увидела Олега Павловича И он стоял вот абсолютно один Я набралась смелости И вот единственное, что я могла сказать Что, Олег Павлович, я хочу у вас учиться Это единственное, что я смогла сказать От волнения, от того чувства Которое меня переполняло Я не знаю, возможно, какими-то общими фразами Возможно, это было сказано Его слова совершенно Не имеющего, да, какого-то конкретного Он сказал, что, ну, давай, там, попробуем Приезжай, там, недельки через две В Москву, посмотрим Я, конечно, это приняла Как руководство к действию Ровно через две недели Я была в приемной театра В табакерке возле кабинета Олега Павловича И сидела с 7 утра Как пришел поезд из Нижнего Новгорода Вот сидела, ждала Ауэдиенция с Олегом Павловичем Первое, что он сделал, он меня накормил То есть я, естественно, просто была Обескуражена, то есть думаю Как это я сейчас, что Олег Павлович Он там заказал пироги, говорит На, сиди, ешь Я говорю, да вы что Да и я просто была поражена Этим моментом Но сейчас я понимаю, что Я могу прийти к Олегу Павловичу за советом И это будет абсолютно правдивый и честный ответ Ответ, которому я верю, доверяю И, так скажем, могу в него положиться Олег Павлович Табаков оказался для Натальи Бочкаревой Не просто учителем, наставником И художественным руководителем театра В котором сейчас работает Бочкарева Но и крестным отцом в кино Именно он благословил актрису На работу в комедийном сериале Счастливы вместе Который мгновенно сделал Наталью Бочкареву телесвистой Вы слышали? Она напрягла соседку готовить печенье вместо нее Даша! 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 Это для меня была роль на сопротивление А такие роли я люблю Когда не просто играешь саму себя А когда есть момент, что в себе надо что-то поменять Что-то новое найти Чего тебе еще не дать сели неизвестное И вот что-то в себе, наверное, вырастить что-то другое Ты не домохозяйка Ты сама зарабатываешь деньги А я должна шевелись мозгами Понимаешь? В начале замужества Мужиком можно управлять Че и что? Раз, отказываешься с ним спать Я пришла на кастинг с темными волосами Небольшой длины И совсем другая И мне сказали Да, вот в ней есть харизма похожая Но внешне она совершенно Мы не видим ее такой То есть мой стиль был скорее, наверное, какой-то женщины-вамп То есть совсем абсолютно другой образ И надо сказать, что с первых проб меня не утвердили И снималась другая актриса И спустя какое-то время вдруг раздается снова звонок Мы опять вас хотим попробовать И тогда мы начали искать Отходя от внешнего То есть Даша Букина-блондинка Даша Букина-брюнетка Даша Букина-пока не был найден тот рыжий цвет С которым вы ее и знаете Ген, послушай меня Тебя не было рядом, когда родилась Светка Тебя не было рядом, когда родился Ромка Я подозреваю, что тебя не было рядом Когда они были зачаты Но спектакль «Вишневый зад» и «Роман Шмектюк» Для меня очень важны Я считаю, что, наверное, с Дашей Букина Собъединяет тем, что мы, наверное, оптимистки С неким веселым Где-то, может быть, даже каким-то озорным, так скажем, нравом Который, кстати, не всегда все принимают И считают это неким эпатажем Но я не эпатирую Мало того, наверное, что нам с Дашей Букиной не чуждо Определенная ирония над собой же Ну мне хотелось бы, чтобы ты гордилась мной Вот смотри, вот Другие вот ребята, они же гордятся своими родителями Мам, ну ты не такая, как все другие, мам Я это поняла еще в первом классе Когда мне вместо бутерброда в школу с собой дала Десять рублей и карту, как пройти к чебуречиной Потом, что еще, наверное, у нас обвиняет Я ее сама не сняла Она выдумщица Она выдумщица и с ней интересно жить Любому мужчине с ней интересно жить Ты с ней никогда не соскучишься Ваша жизнь никогда не будет скучной и однообразной Где в ней будут присутствовать только борщи, пельмени и глажные шнурки Ты будешь жить с ней всю жизнь, как на вулкане Но, как только ты этот вулкан потеряешь Тебе этого вулкана будет не хватать Мам, а где этот-то? Как мы его называем? На букву Г Папа? Точно Он все ныл, что мы портим ему отпуск Но я решила оставить его одного Ой, пока он рубил дрова Я положила ему ключик на стол Захлопнула дверь и ушла Ко мне подходили женщины Средних лет, будем говорить, да Там 40-45 Вот, и говорили Даша, как вам удается выглядеть ваши 45 лет? Я так немножко терялась Потому что я не знала, что на это сказать Но в любом случае, мне как актрисе это было очень приятно Потому что, знаете, как у любого актера срабатывает такая штука Значит, мне удалось это сделать Значит, люди поверили А сейчас, после рождения двоих детей, я похудела Вот, тоже реакции разные Ой, мы и не знали, что вы такая там молодая И стройненькая, и тоненькая А кто-то говорит Боже, ну где же ваши вот такие вот, значит, там булочки Где же вот ваша вот эта вот, значит, такая вот полнота Там, траля-ля Сериал «Счастливы вместе» оказался для Натальи Бочкаревой пророческим Три года назад, когда съемки только начинались Наталья была свободной, ну, в смысле, не замужней И о том, чтобы стать мамой, даже не мечтала Теперь у Бочкаревой есть любимый муж Николай Адвокат по профессии И двое очаровательных детей Причем получилось все как в сериале Мальчик и девочка Кто это? Вставай, давай Вставай, вставай Поднимайся И этот Вот они Начинают Да-да-да-да-да-да-да Ну, конечно, ему кажется, что Маша упала Все, внимание на нее И теперь надо упасть мне Ивану два года И у нас на самом деле И я считаю это правильно Сейчас, даже в два года Начинает очень правильно позиционировать нас С папой, да, там, и с мамой То есть мама, это Он относится ко мне Как вот, знаете, это вот та Там, любовь Там, забота Он там вот может меня там подойти Обнять, поцеловать там Со мной как-то там поиграть Там, не знаю, пощекотаться Пообниматься То есть вот это вот какая-то вот такая вот, да, ситуация Там мама, мама, мама А вот А папа И это правильно, я считаю Это тот авторитет Вот на которого Ой, какой горячий чай Горячий чай И папа, безусловно, он его очень многому учит Учит, как мужчину И я считаю, что сына Обязательно должен воспитывать отец Куда ты пошла? Мам, папа Папа А вот девочкой, я считаю, должна заниматься мама Вот так вот мы учимся Прыгать Бегать Скакать Ползать Да Мама должна передать девочке Я считаю, вообще с молоком матери, да Вот ту нежность Ту мудрость Ту какую-то, может быть, где-то терпимость Да То есть я имею в виду Тем каким-то вот женским секретом Загадочности И где-то вот таким вот, да, моментом Которые мужчина никогда не сможет научить девочку Никогда Я верю в любовь с первого взгляда И если не брать совсем детскую любовь В детском саду на раскладушке То могу сказать, что, наверное, Николай Это моя первая любовь А можно, а можно как-то помочь В этот момент Ах! Видишь, как-то Мы с самого начала взяли очень сильный разгон Скажу я И это, наверное, должно было быть В какой-то момент наши отношения и чувства Просто вот из этой какой-то вот, да, там Страсти и какой-то вот, да, такой влюбленности Это все вот зависло Остановилось И стало крутиться гораздо медленнее, но гораздо глубже Нет, нет, нет Ура! Я выиграла, я выиграла, я выиграла Не удалось Не удалось, понимаете ли, тебе вот так вот взять и меня выиграть Спасибо тебе большое За то, что ты забил все мои шары Свои, мои И в результате победила дружба Я вам скажу честно Любовь Это не те поэтические моменты О которых пишут наши великие авторы Да, в различных произведениях А в жизни это, как правило, ситуация, которую надо вырастить Сквозь трудности пронести И чтобы это устояло И чтобы это сохранилось Это достаточно сложно, на самом деле, я вам скажу Сложно как-то себя распределять во всем этом Я считаю, что это очень здорово Что вот эти моменты, пусть сложные, но в моей жизни есть Потому что решая все эти сложные ситуации Я становлюсь сильнее И значит, я живу Так что я счастлива Спасибо 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 Спасибо